моя попа не сидит на на месте понятно то есть у меня все время вот это место разгружено я сижу на самом деле на пяточках на бедрах своих на мышцах понимаете мышцами держу свой каркас поэтому этих зажимов нету как у обычных европейцев а европейцы сидят ногу на ногу соответственно когда люди приходят на массаж они я вижу сразу на какую ногу они сидят какую на какую кладут особенно женщин у них перекошен крестец вот этот вот есть вот эти мышцы в которую перекошен крестец соответственно раздуты потому что все время напряжены на них сидим да другие растянуты что происходит татьяна помнишь о том что разговаривали если с одной стороны мышцы растянуты а с другой перегружены гипертрофированы то что перекос до дни мышцы на другую сторону то же самое с крестом переходят а крестец это основа всего позвоночника от него начинается компенсации на тур на ну кажется и организм управляет его на самом деле скривляет исти их вами пошел значит позвоночник вводство в следующий позвоночнику в этом следующий позвоночник вводит позвоночника идет вот так Змеёй. Понимаете? Значит, растираем. Без масла ты согласилась? Это на терпение. Немножко кожа будет. Видите движения? Вот центр позвоночника. Далее берем вот эту вот колбаску и проходимся по ней. То же самое, что мы делали лежа, только повторяем немножко в обратную сторону, инвертированно. Если там удавили от черепа вниз, то тут мы будем удавить от плечей в череп, вот сюда. Но сначала разгрузим вот эти мышцы. Можно вот прям вот так перекатывать для растирания. Потом берем и разминаем вот таким вот растягиваем. То есть сначала сжали и растянули, сжали и растянули. Тут вот эта мышца, она достаточно большая. Поэтому с ней так можно. Но у всех же захватывается так мышца. У некоторых там вообще-то категортая мышца, что она не горюет. Даже не возьмешь ты на пальцы. Попробовать стоит для разминки. А дальше просто более грубую технику используем, локтями. Ты же делаешь локтями? Делаю. Вот тут есть такие точки, на них в принципе больно, да? Ну, потому что она девушка такая нежная. А есть более грубые мужчины, так называемые. Сразу берем острие локтя и вот такими вращательными движениями внедряемся вот в эти сгустки, которые я показывал. Вот видите, центр мышцы, да? Она всегда будет надута. Именно туда выдавливаем. Я лимонику делаю, не бойся. Разгрузили вот эти трапециевидные мышцы, да? И дальше мы идем вдоль позвоночника пальцами. Такой массаж ша-цу, как бы, да? Вверх. У каждого пальцы сильные. Продравить можно. У тебя сильные? Не очень сильные? Нет. Сейчас попробуем. Сильные. Если действительно болит вот эта часть пальца, да? Или у вас слабенькая? Ну, если еще поток большой дыня, так вообще устает? Ну, у меня ничего не устает. Маневрируем. Маневрируем разными частями тела. То же самое ведь можно делать только пальцами. Смотрите. Нижняя часть ладони. Вот тут две большие косточки, да? Выбираете любую из них. Но я люблю убирать большой палец, он просто удобно маневрирует. И то же самое проходите вот так. Если у вас еще грубее клиента, бывает так, что вообще там каменные мышцы становятся, деревянные такие, то берете, то берете локтем. Для того, чтобы локтем убереться, вот эту руку поддерживаете. Или даже лопатку вот так вот отводите на себя. И тогда локтем уже проходите. Аккуратненько. Нет, сама ничего не делай. Положи, положи руку. Вот когда рука свободна, видите, мы так лопатку немножко раз, видите, лопатку отставим. И стараемся залезть под лопатку противоположной рукой. Вот. Ну, в целом, у клиентов бывают такие, не всегда приходят, не каждый день, такие мужланы, качки, там, или борцы, да? Хотя и их тоже удается прям не промять. Здесь от лопаток идут тоже вот такие косые мышцы, да, к позвоночнику. Их можно прям нащупать такие бугорки. По ним проходим все точечно. И стараемся зайти за лопатку. Вот так на раздвижение. Опять же, берем вот эти вот лопатки. Часто они бывают у людей вот так вот вперед, да? Стараемся их развести. Расплюнить. Руками. Мы делаем это руками. А если сидит офисный сотрудник у вас, то можем ему подсказать, как расслабиться эти трапеции. Такой, так называемой, гиперэкстензией. Когда мы прилегаем, другие мышцы противоположные им. Не вот эти мышцы к лопатке, а вот эти, да? Как это сделать? Вот человек сидит на подлокольниках у него руки, да? Представь, что это подлокольники. Упирайся вот в них локтями и смыкает лопатки сзади. Вот таким образом. Смотри. Вот так, да? Вот представь, что это подлокольники. Давай. Упирайся. Вот в конце упирайся. О! И назад. И расслабься. О! И расслабься. Понятно упражнение само? В принципе, это же самое. Да, это вы сами для себя можете сделать. Также посоветую офисным сотрудникам. А это чего? Ну, только что же я объяснил. Это гиперэкстензия. Если у нас мышцы с одной стороны напряжены, а с другой расслаблены. А конкретно у нас получается, когда мы сидим в офисе, мы сидим склонившись вот так вот, да? Голова наклонена. То есть напряжены вот эти мышцы, а эти вообще не работают. То при вот таком обратном движении, когда мы их напрягаем, облокативаешься вот, смотри, облокачиваешься на руку моему, силой. Вот, пощупайте. Тут они напрягаются. Подойдите, пощупайте. Вот, сейчас расслабься. Теперь напрягайся. Лопатка задела. Чувствуете, да? А, вот они. Расслабься. Да, да, да. Да, здесь. Давай, Наташа, пощупайся. Так, расслабься. Чувствуешь? Расслабься. Вот видишь, как плавилось. Теперь ты расслабься вот сюда. Так, расслабься. Лопатка задела. Вот, видишь? Чувствуете, да? Вот и получается, что таким образом ваш пациент, сидящий в офисе, да, он напрягает вот эти мышцы, и у него автоматически начинают вот эти, ну, как бы не совсем раскрепощаться, но они хотя бы уравновешиваются, да? И у него начинаются осанки ровнее сразу, да? Вот, ну, смотри, два-три раза проделали, уже чувствуешь осанку. Да. Да? Вот. Давайте друг на друге попробуем, пока вот этот маленький кусочек. Вы запомнили, да? Запомнили? Да. Давай, Татьяна. Ты на мае. Здесь сегодня, правильно же, не сюрприз. Да, могу Ксюшу подать. Ксюшу? Ну, не я. Так, подожди, а с как? Ну, тогда поделимся. Ну, я же не могу все-таки делать. В смысле, что бы я делала? Нет, на тебе буду делать. А, ну да.